Нейромир ТВ Кризис политический, кризис военный, кризис экономический С текущим состоянием кризиса нам поможет разобраться Ставший уже привычным для нашей рубрики Анатолий Несмеяна Анатолий, добрый день, рад снова увидеть у нас в студии Ну вот у меня, собственно, вопрос, с которого бы я хотел начать Вот Минские соглашения 2 Вот они произошли Ну это, естественно, тема Украины Значит, что-то там перестали стрелять Какой-то отвод техники Дебальцевский котел, из которого как бы люди вышли Вот это все, все-таки начало мирного процесса Или так же, как в прошлом Минске Это только перерыв между компаниями? Ну пока есть все, скажем так, основания предполагать Что все-таки это пока перемирие Потому что Киев откровенно готовится к новой, так сказать, войне Он прямо буквально сегодня, вчера были сообщения о том Что они общаются с Соединенными Штатами На предмет все-таки поставки американского оружия Поэтому, скорее всего, это действительно перемирие Вот, ко всему прочему, Порошенко, опять же, на днях Уже после Минска подписал указ о призыве на военную службу Причем нужно вспомнить, что на Украине, по-моему, два года назад Призыв был вообще-то отменен Вот, и его ввели таким явочным порядком Вот, задержать армию даже в той численности, которая есть сейчас Украина просто не может Для мирного времени она более чем избыточна И поэтому дополнительное, так сказать, наращивание группировки Оно говорит только о том, что Украина все равно будет воевать Вопрос только в том, какой формат будет новой войны И, собственно говоря, с кем она вообще-то собирается воевать Ну, судя по всему, она собирается воевать с Донецкой и Луганской народными республиками Ну, первоначально-то, в общем-то, конечно, она будет готовиться с ними воевать И, скорее всего, будет все-таки опять повторять Третий раз уже попытается наступать Тем более, что у них прямо сейчас все-таки две наступательные группировки Они, в общем-то, сформированы Это под Артемовском, который они так и не ввели в бой для деблокирования Дебальцева И в районе Волновахи, южнее Донецка То есть, в общем-то, наступательная конфигурация у них все равно остается Вот как они будут наступать после того, что они продемонстрировали Вот сейчас очень сложно сказать, но, по крайней мере, они будут пытаться это делать Но тут другой момент возникает Украина, в общем, идет к такой феодальной раздробленности В самом классическом смысле То есть, уже оформляются постепенно группы по интересам То есть, олигарх Коломойский уже просто откровенно создает свой собственный удел И вполне возможно, что вот эта армия, которая собирается Она пойдет воевать не только с теми сепаратистами Но еще и начнет угрожать этим сепаратистам То есть, эдакая перемога, переходящая в зраду Ну да Я приведу на русский Победа, переходящая в предательство Да, у них там это в перманентном состоянии все Но вообще, фрагментация Украины, в общем-то, она как бы назревает И на самом деле, вот российские попытки впихнуть обратно Донбасс в Украину Они, безусловно, конечно, имеют определенный рациональный оттенок Потому что, ну, в истории есть масса примеров Когда какое-либо государство теряло часть своей территории И это автоматически запускало процессы, которые вели к дальнейшему распаду То есть, та же Римская империя, утратив несколько, казалось бы, не очень важных далеких провинций Очень быстро начала терять все остальные Вот, Советский Союз, когда распался Это явление распада сразу же имело продолжение И в Молдавии, в Приднестровье, и в Грузии, и в России Мы потеряли свою территорию в Чечне И Азербайджан потерял Не важно, какова историческая принадлежность Карабаха Важно то, что в административных границах Азербайджанской ССР находился Карабах Но, возвращаясь к Украине То есть, получается, вот эта новая мобилизация Или, как ее злые языки называют, мобилизация Она преследует ее вторую цель Это еще и внутренней войны То есть, грубо говоря, Порошенко пытается защититься от своих внутренних оппонентов Путем вот какого-то противодействия что, территориальным батальонам? То есть, что, ВСУ будет против территориальных батальонов воевать? Ну, воевать, честно говоря, сложно сказать Но в качестве угрозы, скажем так, вполне возможно Потому что ресурс Коломойского, безусловно, очень силен И сколько бы ни попадали в котлы все эти Донбассы, Днепры, Кривбасы и прочее Все равно их очень много Тем более, что в условиях кризиса Территориальные батальоны, где хоть как-то, но платят Они становятся чуть ли не единственным более-менее стабильным местом заработка, работы Для довольно большого числа людей И поэтому недостатка в кадрах Коломойский испытывать не будет А это, соответственно, придает ему в том числе и силовой ресурс Ну, чего хочет Коломойский? Он хочет стать новым президентом Украины? Или же он хочет стать царем в отдельно взятых нескольких областях? Ну, его собственные интересы сказать, конечно, сформулировать очень сложно Но вообще, если вспомнить, с чего началась нынешняя гражданская война на Украине То есть, по большому счету, было три крупных олигархических клана на Украине Донецкий, Днепропетровский стандартно Ну и, естественно, киевский клан Федеральные чиновники и люди с ними аффилированные Вернее, структуры коммерческие с ними аффилированные И в условиях сжатия вот этого общественного пирога Хочешь, не хочешь, но эти три группировки между собой начали разбираться Кого выбросить из числа пайщиков-консессионеров А так как процесс зашел уже слишком далеко И пирог сокращается очень быстро и стремительно То уже между нынешними победителями Майдана Между киевскими и Днепропетровскими Тоже возникает аналогичное совершенно трение То есть, объективно, развал Украины Он, в общем-то, обусловлен именно тем Что идет очень быстрая, очень стремительная деградация Всей экономики, социальной жизни Политика деградирует, все деградирует То есть, феодальная раздробленность во всей своей красе Да, и это создает именно те самые предпосылки Для той самой феодальной раздробленности Которая там же, на том же самом месте была Там тысячу лет тому назад Вот, и поэтому Ну, недаром говорят, где два украинца, там три гетьмана Ну, в общем, да, где-то так Вот, естественно, что процесс пойдет дальше Потому что, безусловно, если начнет распадаться уже политическая структура Украины, то здесь, на западной области потребует Центральной области потребует каких-то своих особых полномочий Вот, поэтому, в общем-то, Порошенко не очень хочет идти на федерализацию Донбасса Потому что тоже этот процесс будет самопроизвольно повторяться во всех остальных регионах Вот, ну, в общем, пока, во всяком случае, вот все это зависает в такой неопределенной точке Сейчас у Порошенко, по большому счету, одна главная задача Как-то справиться с этим военным поражением, которое реально произошло в районе Дебальцево Там он устраивает какой-то небольшой кадровый холокост среди военных Ну, это у них регулярно, после каждой очередной перемоги у них происходит кадровый холокост Да, причем уже кадры закончились То есть, теперь обратно приходится возвращать тех генералов, которых люстрировали до того За примерно такие же прегрешения Потому что нынешний руководитель АТО, которого назначили вместо предыдущего Папко генерала Он уже тоже отметился под Иловайском летом И тоже не с лучшей стороны И его, собственно говоря, за это сняли И теперь опять возвращает, потому что больше некого Уже все остальные закончились Понятно Но в связи с этим встает вопрос о роли Москвы во всем этом процессе Ведь в данном случае никто не будет отрицать того, что Москва является серьезным игроком на киевской сцене Достаточно вспомнить, что и советник президента Сурков постоянно встречается с руководством Украины И участвует во всех этих переговорах То есть, Москва в данном случае заняла какую-то позицию И позицию явно направлена на то, чтобы, ну, как вот говорили, затолкнуть пасту назад в тюбик Ну, тут дело в том, скорее всего, что если мы делаем какой-то шаг То, соответственно, мы обязаны в этом направлении двигаться уже и дальше То есть, если Путин вначале, в общем, дал все намеки И уж яснее нельзя было сказать в марте месяце, что мы своих не бросим Но в конечном итоге уже через месяц он эту позицию переиграл И стал говорить о единой Украине То, в общем-то, все дальнейшие шаги, они связаны именно вот с той позицией И поэтому бессмысленно предполагать, что его логика какая-то там слишком потаенная То есть, все на самом деле наружу Дело в том, что сам по себе Донбасс в виде Луганской и Донецкой областей Он, в общем-то, экономически несостоятельен Потому что он находится в самом низу кооперативной цепочки Вот этого механизма, который выстроен Выстроен был еще в Советском Союзе Потом так более-менее в слегка деградировавшем виде Но все-таки достался Украине Вот, и поэтому вот две области сами по себе Они не самодостаточны Их экономика в лучшем случае способна переварить там тысяч 300-400 человек населения Не больше И поэтому выжить, скажем так, Новороссия может действительно в составе только вот 7-8 областей Исторических областей Новороссии Плюс, видимо, еще и вот Харьков, там, Полтава То есть то, что относится к слабожанщине Но с учетом того, что в Большую Новороссию никто строить не собирался и не собирается То, соответственно, возникает вопрос вот с территории Донбасса То есть он может выжить, интегрировавшись либо в Россию Причем серьезно интегрировавшись и политически, и экономически И чтобы валюта там была российская То есть не обязательно даже его признавать частью территории России Но все остальное должно присутствовать Либо возвращаться в каком-то виде в Украину Потому что в противном случае там будет пустыня То есть вообще, честно говоря, людей, конечно, жалко То есть мало того, что их сейчас убивают, так сказать, снарядами, градами Но вообще пустыня это то, чего хотят американские газовые компании Нет Шеврон, Шелл Нет, на самом деле украинский газ, польский газ сланцевый Скорее всего, китайский газ сланцевый Это, конечно, не сколько миф, сколько... То есть вот два, по-моему, или три года назад Мы в Аль-Пари делали небольшую передачу Где вот этот феномен сланцевого газа разбирали Почему в Штатах он идет, а во всех остальных местах вот, ну никак И мы тогда к выводу пришли, что сланцевый газ Он имеет смысл только в тех странах, где экономика создала очень такие разветвленные, мощные цепочки Добавленные стоимости, вот о которых, собственно, Губанов и говорил И сланцевый газ, занимая вот там какую-то определенную нишу Он в этих цепочках, он вполне рентабелен А на Украине, в Польше, у нас, в Китае Ну, в Китае тут вопрос тоже, ну, скорее всего, тоже там То есть сланцевый газ не выгоден в принципе В качестве, так сказать, какого-либо топлива Вот, он имеет какое-то очень ограниченное значение Вот у нас в свое время в Эстонии были сланцевые месторождения Только там был немножко другой сланец, горючий То есть там из этих сланцев выплавляли, так сказать, горючую жидкость Которую затем использовали уже в дальнейшей переработке Вот, но я не думаю, что на Украине вообще все связано именно со сланцами Я думаю, что на Украине связано с той политической установкой Соединенных Штатов Создание зон вот этой турбулентности и нестабильности вокруг всех их политических противников То есть вот Ливия, Египет, Сирия Это зона турбулентности вокруг Европы Вот последнее событие в Ливии, когда они там отрезали головы И пригрозили, что теперь мы там тысячами будем перебираться к вам И будем устраивать у вас то же самое Это, в общем-то, угроза И Украина, это угроза для нас Средняя Азия, если там все-таки полыхнет, а все дело идет к этому Это угроза для Китая То есть вот эта политика создания пылающих таких очагов нестабильности Вокруг ключевых стратегических противников Это как раз политика Соединенных Штатов И сланцевый газ там играет двадцатую роль Хорошо, Анатолий, у меня вот такой вопрос Ты, как человек, который пытаясь анализировать происходящие события как в России, так и за рубежом В общем-то, одним из первых пытался проанализировать шаги Владимира Путина И, в общем-то, надо отдать должное Прогноз во многом оправдался Высказанный еще летом прошлого года У меня сейчас такой вопрос Вот как, на твой взгляд, если бы сегодня Путин мог отменить свое решение Вот февраля-марта прошлого года Вот взял бы он Крым сегодня или нет? Зная о тех последствиях, которые последуют Думаю, нет, потому что, скорее всего, Крым все-таки в том виде, в котором это вообще было сделано И с последующими шагами То есть это все-таки была в определенной степени ошибка Другое дело то, что, скорее всего, там, помимо, так сказать, собирания русских земель Еще имелись соображения сиюминутные, тактические То есть вполне вероятно, что НАТО на полном серьезе собиралось угнездиться там А 17-й год, он, в общем-то, уже близко То есть это уже практически через год И мы в 17-м году должны были оттуда уходить А уходить некуда Мы мост не знаем, как построить между Крымом и Таманью А там надо, в Новороссийске, нужно построить вообще новую базу Которой никто так и не приступал даже Вот, и поэтому вполне возможно, что вот такого рода тактические соображения в тот момент перевесили Но я думаю, что сейчас он бы 30 раз взвесил такое решение Потому что, конечно, последствия очень тяжелые Мы Крым-то переварить на самом деле не можем То есть для нас это тяжелейший экономический В нашей экономической системе для нас Крым это неподъемная ноша А то сейчас еще экономические сложности Да, и плюс то, что поэтому понятно, почему Путин всеми руками отталкивается от Донбасса Потому что, ну, он его точно, мы его не потянем То есть была бы это другая экономика, как была в Советском Союзе То, в общем-то, наверное, скорее всего мы бы не только потянули Но еще бы и Украину все потянули А с нынешней экономической системы не вытянем Понятно Но вот в развитии темы экономики Вот все экономические показатели показывают Что у нас проблемы начались много раньше Даже чем упала цена на нефть Проблемы, многие экономисты говорят Носят системный структурный характер Однако все сводится, по крайней мере, в публичном пространстве информационном Именно к неким злым американцам Насколько, на твой взгляд, вот эта ситуация с внешними санкциями Была критична для развития кризиса экономического? На мой взгляд, вообще проблемы начались в тот момент, когда Путин объявил о создании энергетической сферы державы То есть в этот момент нужно было принимать решение и идти по одному из двух путей То есть если мы действительно окончательно забрасываем всю остальную экономику И начинаем ориентироваться исключительно на... Ну, мы называем это энергетикой На самом деле это просто углеводород То тогда нужно было идти путем интенсификации технологий То есть, в общем, то, что делают сейчас, кстати говоря, саудиты У них очень... и американцы, кстати говоря У них очень высокие технологии с очень глубокой переработкой нефти С очень высокой извлекаемостью нефти на сегодняшний момент из месторождения То есть варварские методы, которые были раньше Когда там 30% месторождения выкачивалось, остальное забрасывалось Они уже в прошлом И поэтому... то есть нужно было идти по этому пути По пути повышения извлекаемости месторождения И нефти и газа из месторождения По пути переработки По пути глубины переработки этой нефти и газа То есть уж если мы хотим вот по этому пути идти Но надо идти вот по нему А в конечном итоге у нас все свелось к тому, что мы просто вкладываем деньги В новые месторождения, в новые, в новые Вот, то есть идем экстенсивным путем Естественно, что в этой ситуации, когда вдруг бахнули вот эти цены Упавшие на нефть Естественно, у нас все это рухнуло Второй путь, по которому нужно было идти Это все-таки выделить долю углеводородов и держаться вот ее То есть вот верхнюю планку там 60% Хорошо, пусть будет 60% в экспорте углеводорода Но все остальное должно быть продукцией более высоких степеней передела Но и этого не было сделано То есть мы пошли по самому простому пути Соответственно, мы получили результат Вот этот структурный перекос, он связан именно с неправильным принятием решения Что заставило Путина не принять такое решение? Сказать трудно Ну, скорее всего, такой традиционный русский авось То есть, ой, как хорошо, что у нас высокие цены Это теперь будет навсегда Хотя еще тогда, в общем-то, предупреждали о том, что это такая флуктуация И, скорее всего, дело закончится падением цен Ну, вот сейчас цены упали Курс доллара вырос Начались коллизии, которые, в общем-то, влияют на социум Люди пытаются протестовать, как же так Так было непросто жить, стало еще тяжелее И вот, собственно, этим недовольством пытаются воспользоваться разные силы И вот уже на весну намечены некие социальные, общественные процессы То есть, некие митинги с заявлением В то же время власть пытается создать антимитинги То есть, вот началась какая-то вот такая вот политическое бодание Как в 2012 году Вот это все, скажем так, вынужденная реакция Или это какие-то превентивные шаги Или что вообще вот это такое? Вот антимайдан, майдан Я вот уже, честно говоря, хоть и слежу Начинаю сам путаться в количестве вот этих течений Ну, как правило, все народные возмущения Они примерно как землетрясения То есть, там накапливается, накапливается, накапливается А потом в какой-то момент срывается И все это происходит То есть, предсказать это невозможно Можно только сказать, что это произойдет где-то там То есть, вот мы знаем, что возле Японии Вот эти плиты наезжают друг на друга И поэтому там происходит землетрясение А когда, какой силы, в каком конкретном месте Это сказать невозможно Потому что современные модели, по крайней мере, этого не позволяют сделать Вот, то же самое с народными волнениями Поэтому говорить о том, что вот весной что-нибудь начнется, очень сложно Весной могут начаться только вот всякие митинги заранее запроектированы То есть, вот завтра будет антимайдан Например Но к народным волнениям это имеет очень отдаленное отношение То есть, это некие технологические такие игры политтехнологов Ну, в общем, да Одно движение оправдывает свое существование финансирования за счет За счет того, что оно рисует какие-то ужастики И предлагает себя в качестве решения Ну, это стандартная схема, которая пугает власти Ну, вот мы в первой части программы говорили о том, что сужающийся экономический пирог Привел на Украине к тому, что элита передралась Ну, мы должны на это смотреть Вот у нас происходит то же самое Экономический пирог сужается Нет ли вот во всей этой возне с майданами, антимайданами Попыток тоже переделить между властными башнями Кремля Как их называют, некий общественный пирог То есть не является ли вообще вся эта конструкция искусственной? Ну, в общем, это уже происходит То есть можно заметить, скажем, по антикризисной программе правительства Половину всех выделяемых денег на ликвидацию кризиса Уже отхватили себе банки А в нашей экономике три вертикальные группировки олигархические То есть это банковская финансовая система Это сырьевая система и это промышленники Но это самые забитые Ну, они не самые забитые, но, в общем, они, конечно, не обладают тем ресурсом, который обладают финансисты и сырьевики И поэтому вот эти три крупнейшие вертикальные структуры По большому счету будут решать между собой ту же самую проблему, которую решала и Украина То есть кого отлучить от этого пирога Я, честно говоря, думаю, что это будут промышленники Ну, там тоже есть своя проблема Дело в том, что власть должна будет каким-то образом сбалансировать вот это отлучение от пирога Потому что все-таки пока еще у нас промышленность живая работает И огромное количество моногородов, которые живут за счет именно работающей промышленности Вот те же набережные Челны с КамАЗом Но ведь, скажем так, пощипать банкиров, это уже даже не внутриполитически, а внешнеполитически Ну, банки у нас, да, скорее всего, будут священные коровы, их трогать не будут Хотя, возможно, под шумок их в очередной раз укрупнят Ну, то есть выиграют те, кто и должен был выиграть Жирные коты, так называемые Но да, основная драка, кого будут выгонять, это, конечно, именно сырьевики и промышленники Причем, на самом деле, у сырьевиков позиция не очень хорошая Потому что компетентные менеджеры из Ленинградского гнезда Товарищ Миллер и товарищ Сечин Они все-таки умудрились за годы своего пребывания на постах Довести свои компании, если не до банкротства, то до коматозного состояния Потому что Газпром грозился, что у него будет капитализация триллион долларов Сейчас она у него еле-еле вытянула 50 миллиардов Ну, кроме этих компаний, плачевная ситуация и в других таких, например, как Лукойл Ведь тоже ситуация, мягко говоря, проблематичная Ну, с Лукойлом там ситуация, с одной стороны, проблематичная С другой стороны, они, в общем-то, поэффективнее будут, чем та же самая Роснефть Потому что, скажем, вот буквально на днях Сечин выпустил, опубликовал статью в Financial Times Где он делал какой-то определенный прогноз по будущим ценам и так далее То есть, внутри этой статьи, она, в общем, не очень большая Настолько много логических нестыковок, внутренних причем Что создается впечатление, что либо Сечин просто не понимал, о чем он писал Либо ему писали люди эту статью, которые очень слабо вообще представляют, о чем они писали Так, хорошо, какие нестыковки, вот, ну, на твой взгляд, вопиют? То есть, в чем конкретно нестыковка? Ну, самое, что бросалось в глаза, заключалось в том, что Сечин, с одной стороны, признает, что Физический рынок нефти, на самом деле, настолько мал в общем объеме торгов Что ценами на нефть, на самом деле, заправляют не производители и не покупатели А спекулянты А спекулянты И в то же самое время он вдруг почему-то, вообще непонятно откуда, выражает надежду на то, что Все будет хорошо, все будет просто замечательно Единственное, что нужно сделать, это довести долю продаж физической нефти до 10-15% хотя бы Причем, как это сделать, он даже не сказал То есть, это было просто благое пожелание Но на этом благом пожелании он сделал очень такой четкий вывод, что все хорошо Через очень короткое время цена на нефть будет опять 100 долларов Ну, я, конечно, сомневаюсь, что Сечин ответит на это Нет, это понятно, я просто к чему веду, тут же проблема более серьезная Проблема заключается в том, что у нас, скажем, Миллер, как глава крупнейшей газовой корпорации России Он, с одной стороны, является главным экспертом по газовой стратегии России И российское государство принимает те или иные уже политические решения Основываясь на его прогнозах, на его каких-то моделях и так далее И мы уже видим, что его модель со сланцевым газом, она провалилась полностью То есть, он, слава богу, уже перестал говорить о том, что сланцевый газ это миф Та же самая история и с Сечиным, то есть, если Роснефть, как крупнейшая российская корпорация Дает четкий прогноз, что цена на нефть будет 100 долларов То, соответственно, власть должна ориентироваться Ну, на кого еще ориентироваться? Ну, вообще, цены на нефть начали расти Ну, они начали расти, но, опять-таки, прямо на следующий день после статьи Сечина Вышла статья очень крупного эксперта из, по-моему, Кувейта Да, из Кувейта Специалиста, именно профессионала нефтяника Который сказал, объяснил, в чем дело Он объяснил сезонность нынешнего поднятия цен Он сказал, что к концу, вернее, первого полугодия цена опять упадет примерно до 40 долларов Потому что часть заводов нефтеперерабатывающих встанет на плановый ремонт Соответственно, спрос на нефть, на переработку понизится И цена волей-неволей опять упадет Хорошо, цена завода встали на переработку А машины на чем ездить будут? Запасы Но для того, чтобы запасы сформировались, надо же закупить? Нет, 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 это же цикл, это же не кризисный цикл Это нормальный производственный цикл, когда все четко знают, что вот тогда Вот к концу первого полугодия заводы становятся на прикол Соответственно, создается определенный запас То есть нынешний рост цены на нефть Это как раз создание того запаса на ремонтный сезон Да, он и объяснил, что это совершенно такое нормальное, естественное сезонное явление Которое не играет долгосрочной какой-то роли И, в общем, они не видят никаких оснований предполагать, что как-то все это вдруг внезапно хорошо изменится Я вот чувствую, что мне в нашу программу надо будет приглашать специалиста по нефти Потому что вообще вопрос очень серьезный Он действительно связан с тем, что, к сожалению, на таких прогнозах наших ведущих, скажем так, руководителей Строится государственная политика, которая вдруг в какой-то момент провисает Потому что оказывается, что они как-то не так предсказаны Одно дело я, ты или Губанов, или Мусин, которые дадут прогнозы Ну, что с нас взять? Ну, то есть, я понимаю так, что для анализа финансов и политики нужен нефтяник Да, интересные повроты, к сожалению Ну, слава богу, в Москве выпускников керосинки губкинской выше крыши Там, слава богу, пока еще высшая школа экономики Ну, все нефтяники, они либо из Роснефти, Лукойла, или еще что-то Стоит пригласить одного и скажут, ну вот, нейромир Ну, значит, надо пригласить одного из Лукойла, одного из Роснефти и одного кого-нибудь И устроить между ними ринг Ну, кстати говоря, почему бы и нет Нефтяной ринг, да, интересная задумка Ну, не знаю, услышат ли нас в Лукойле и в Роснефти Но, тем не менее, можете считать это афера Организация диспутов по нефти на нашем ринге Почему бы и нет Не только же о политике Надо поговорить и о вечном То, на чем зиждется вся наша экономика, к сожалению, пока Но, возвращаясь к нашим политическим и околополитическим событиям Анатолий, ну вот, буквально еще под Новый год Когда только вот произошел вот этот катастрофический рост курса доллара Звучали достаточно такие панические предсказания Что вот-вот весной, ну, просто все взорвется Все разнесет в клочья И все ожидали буквально какого-то социального апокалипсиса Ну, вот весна уже накануне Она еще не наступила, но уже близко И, в общем-то, пока ничего такого не чувствуется Все-таки, что, оно рассосалось Или народ уже привык и смирился с тем, что... Нет, здесь дело в другом Дело в том, что, еще раз повторюсь То есть, если дело дойдет до действительно народного бунта То он произойдет настолько неожиданно для всех И для народа в том числе Что предполагать, когда, как и где это произойдет невозможно Другое дело в том, что вот это постоянное недовольство людей Его можно в какой-то момент использовать Вот, и если мы говорим о том, что общественный пирог в России Тоже сжимается, как на Украине И схватка между олигархами, она, скорее всего, неизбежна То вот как раз они и могут использовать вот это недовольство Объективное недовольство людей Для того, чтобы, ну, как Майдан на Украине Собственно говоря, всего лишь прикрыл вот эту Олигархическую разборку между кланами Так и недовольство здесь может быть прикрыто Может прикрыть вот эти разборки на верхах Поэтому при любой ситуации, конечно, вот эта социальная напряженность Экономический кризис ничего хорошего не дает Потому что они держат вот эту ситуацию в разогретом состоянии И, в общем-то, при желании вывести людей на улицу Для того, чтобы, так сказать, выразить народное возмущение Или, наоборот, народное одобрение какому-нибудь новому президенту Который вдруг завтра появится Ничего не стоит Анатолий, вот вначале мы произнесли Сакраментальную украинскую фразу Перемога, переходящая в зраду То есть победа, переходящая в предательство Вот в связи с этим Мне неоднократно приходилось встречать в интернете Такое мнение Что Путин может отдать Крым Вообще он может отдать Крым или не может? Нет, сейчас это, конечно, исключено То есть мы можем отдать Крым только в результате серьезного военного А еще даже, точнее, военно-политического поражения Вот Мы бы давным-давно отдали бы Курильские острова Потому что даже Ельцин в свое время там уже рвал на груди рубаху Да, в общем-то, и Путин так делает намеки легкие на то, что вот там два острова есть каких-то Вот, может быть Мы можем о них поговорить Но, тем не менее, все равно этого не происходит И вообще, вот реакция людей на сдачу акватории в Баренцево море Она, в общем-то, была показательна То есть, несмотря на то, что народ, как всегда, промолчал Но, насколько я знаю, были проведены определенные замеры общественного мнения Они показали, что люди процентов на 90 Либо не поняли вообще, почему, с какого перепуга мы отдали эту акваторию Либо высказывались категорически против Вот, и поэтому эту тему очень быстренько замолчали Даже не стали рассказывать, как все хорошо Тем более, что там выяснилось, что не хорошо Но, в принципе, еще есть такая тема, как территории переезжающего развития Когда в концессию, в аренду Китаю отдаются огромные территории Там на десятки лет, почти на сто лет Значит, где, в принципе, будут действовать нероссийские законы Ну, на самом деле, тут сложный вопрос Потому что, вообще, я так понимаю, что это мы просто Это у нас входит составной частью в договор по газу с Китаем То есть, Китай хочет не только получить газ Но еще получить возможность добывать самостоятельно Те или иные ресурсы на нашей территории Так что, это, к сожалению, тоже одна из составных частей Вот этой газовой политики Которая, опять-таки, основана на достаточно странных прогнозах Наших газовых чиновников Газ отдали за бесценок Территорию отдали Рынки в Европе потеряли И получили Крым То есть, обмен равноценный Нет, совершенно не равноценный Потому что Крым, безусловно Еще раз скажу, что Крым для нынешней России С ее нынешней экономикой И с ее полным отсутствием идеологии Это, конечно, камень на шее Причем, очень серьезный камень То есть, как бы крымчане к этому не относились Но мы взяли его очень не вовремя То есть, нам он, по большому счету За исключением, там, Крым наш Лозунгов Он нам, в общем, сейчас не нужен Точно так же, как мы не можем ничего предложить Украине Потому что у нас нет идеологии Хорошо, если бы были надежные гарантии того Что там не будет баз НАТО То, что там останется база Черноморского флота Может, было имело смысл просто Кормить лучей Януковича? Ну, какой дурак нам даст такие гарантии Тем более, что все равно, так или иначе НАТО, вот, хоть убейся, но оно все равно движется в направлении наших границ И что бы мы ни делали, оно будет двигаться до тех пор, пока существует, скажем так Пока не произойдет прямого столкновения? Ну, насчет столкновения не знаю У НАТО своих внутренних проблем хватает И если Европа посыпется Там, вот, Греция все-таки начинает С Греции начинается развал Евросоюза То есть, удастся, не удастся, там, вопрос Вот, но если Евросоюз посыпется в том или ином виде То НАТО, безусловно, тоже перестанет в том виде существовать Туль, ну, и традиционно твой прогноз на ближайшие месяцы Как внешнеполитические, так и внутриполитические То есть, как ты видишь развитие ситуации на Украине, в Новороссии С одной стороны, как видишь развитие ситуации в России Ну, тебе, как аналитику, возможно Понятно, что дело неблагодарное давать прогнозы Но в то же время ты что-то как-то видишь в ситуации для себя Ну, во всяком случае, вот, если не будет каких-то резких вдруг сдвигов В ту или иную сторону То, в общем, ситуация на Украине, она деградирует и продолжает деградировать Причем достаточно быстро И даже очень сложно предположить, с какой скоростью это будет происходить дальше Ситуация в Донецке и в Луганске, как ни странно, она застабилизировалась То есть, вот я сегодня разговаривал с ребятами, которые вернулись оттуда Они сами оттуда, просто они беженцы здесь, в Подмосковье живут Они сказали, что, в общем, там как-то так Вот там, где не стреляет Торрес, Снежное То есть, вот там поближе Подальше, вернее, от Дебальцева, от Донецка То, в общем, жизнь-то там налаживается Уже зарплату платят Уже, то есть, нищенскую, конечно, и цены выросли Но по сравнению с тем, что было летом, это небо и земля То есть, они все уже хотят возвращаться, потому что, ну, это дом Вот Очень больших разрушений, в общем-то, тоже там нет в тех местах Вот, и поэтому там ситуация относительно стабильная на сегодняшний момент То есть, если бы там не стреляли То они бы вот в таком полукоматозном состоянии продолжали бы жить То есть, хуже уже не будет Вот, а в России, ну, трудно сказать У нас одна проблема То есть, это тот курс, по которому мы идем То есть, все упирается в то, что мы, к сожалению, точно такая же Украина Ну, только немножко по-другому выглядим Мы поздоровее немножко Не все успели проесть Но проблемы точно такие же То есть, вот это засилие олигархов Продолжение вот этой политики неолиберальной Вот, и опять-таки, еще раз повторюсь То, что Та антикризисная программа, которую принял Медведев, правительство Медведев Она лучше всего показывает, кого будут спасать в этой ситуации Банкеров Ну, а все остальные пойдут по остаточному принципу Население в том числе То есть, причин кризиса это никак не затрагивает Сам по себе кризис не лечится И никаких других путей выхода из него Ну, вот импортозамещение Ну, импортозамещение, оно ведь тоже Это же тоже штука такая не очень реальная Потому что и Советский-то Союз не был полностью самодостаточен Во всяком случае, технологии далеко не все мы могли производить То есть, все более-менее наши автозаводы Мы ведь купили их То есть, все достаточно высокотехнологичные производства Мы покупали на Западе И уже потом дорабатывали, развивали здесь Вот, поэтому в плане технологий мы никогда не были самодостаточными И на сегодняшний момент тем более не являемся самодостаточными А это означает, что импортозамещение Ну, для нас это такой лозунг примерно как удвоение ВВП Там и энергетическая сверхдержава Да, хоть учетверение Да, хоть учетверение Тем более, что в денежном выражении мы, конечно, давным-давно его удвоили А в реальной жизни, конечно, нет Ну что ж, спасибо за анализ и прогноз ситуации Я думаю, ближайшее время покажет, как будет развиваться ситуация Ну, а наших зрителей я призываю оставаться с нами Следить за нашими выпусками Мы будем держать вас в курсе Как кризиса, так и экономики и политики Всего того, что окружает нас каждый день Оставайтесь с нами, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok